привет друзья все любят медовик вот этот вот замечательный слоеный тортик но что мы в нем не любим мы в нем не любим то что он занимает много времени в приготовлении пока эти коржи все раскатаешь пока их приготовишь кстати медовик вы можете посмотреть у нас есть и шоколадный медовик и классический на нашем канале сегодня я хочу предложить супер легких бисквитный медовый тортик когда мы его первый раз приготовили мы были просто в восторге готовится невероятно просто для лентяев но и для тех у которых нет времени а результат всегда просто поражает давайте начнем берете сотейник весы 200 грамм меда пищевая сода 2 чайных неполных ложечки вот так вот смешали и разогреваем по ходу пьесы вы будете видеть что будет происходить с нашим медом теперь давайте займемся тестом нам нужно с вами 6 яиц яйца помните необходимо помыть тщательно обсушить руки помыть потом с мылом вы же помните откуда у нас и яички берутся откуда они к нам приходят на свет белый на птицефабрики яйца не моют 200 грамм тростникового сахара чайной ложкой соли в среднем столовая ложка ванильного экстракта и так все это дело с вами взбиваем до хорошей густой пенки в течение минут 10-12 не забывайте помешивать наш медок я остановил миксер хочу вам показать что происходит с медом видите он побелел наша задача сейчас погасить соду и прогреть мед до состояния карамели цвет изменится конечно конечно будет очень красивый янтарный так и темный интернет цвет он и даст основной цвет нашему тесту остановились мед невероятно желтизна вот карамелизуется у него даже запах слегка шафрана на этапе вот когда наш бисквит еще не готов и вот только-только вы заканчиваете работу с медом включайте духовку на 160 градусов 160 без вентилятора мы с вами будем выпекать бисквит в течение 55 60 минут да 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 так долго потому что мед все-таки субстанция достаточно тяжелая и тесто нужно время хорошенько прогреться но зато бисквит получится ребята невероятно пышные нежные мягкие так продолжаем вот 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 смотрите-ка все желтые желтые становится так вот смотрите-ка видите она даже закипела вот тот самый цвет все выключайте плиту и убираем сторонку она еще будет темнеть по ходу пьесы смотрите чтобы он не убежал все продолжаем взбивать наш мед постоял секунд 15-20 вы смотрите что есть какой цвет да 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 сейчас мы закончим взбивать и будем потихонечку выводить но прежде нам необходимо цедра лимона кстати можем прямо сейчас ее ввести сможете апельсин кто как любит да замечательная пена плотная я взбивал не менее 10-12 минут и так ребятки приготовьте себе 300 грамм муки хорошо просеянный это наш состав мед вот смотрим эти как он красивый он у меня горячий но не кипяток вы же помните я его приготовил первым у него сейчас температура в среднем градусов 65-70 не более если мы будем выливать его потихонечку то все будет отлично и так вперед до смотрим все почистим спачулой медовая карамель ай красотища так вот так потихонечку вводим муку приготовьте форму у меня форма 26 сантиметров в диаметре небольшой кусочек пергаментной бумаги края маслом не мазать они должны быть сухими бумагу не прокладывать до 160 градусов все у нас с вами как в аптеке так чуть-чуть крутанули духовка готова 160 градусов без вентилятора вентилятор ни в коем случае не включать выпекаем 55 минут возможно 60 будем использовать бамбуковую палочку для того чтобы определить отправляем в печь и так у меня осталось полчаса до того как наш бисквит будет готов мы не будем с вами терять время давайте приготовим крем нам понадобится пол литра сливок жирных 33 процента 200 грамм черного шоколада и 200 грамм вареной сгущенки вы же знаете как сварить сгущенку да но если кто не знает я напомню берете сгущенку покупаете в магазине ставите в воду доводите до кипения снижайте температуру и два с половиной часа в среднем варим и у вас получится приблизительно вот такой цвет я вам не рекомендую покупать уже готовую вареную сгущенку в банках потому что ее готовят на заводах неизвестно что туда кладут неизвестно чем ее подкрашивают и что там вообще находится лучше всего купите сгущенку настоящую просто в баночке хорошего производителя и сами сварите лучше ничего быть не может венчики холодные из холодильника чашка холодная сливки холодные все холодное я начинаю греть на водной бане 200 грамм черного шоколада процентное содержание какао не менее 55 процентов 200 грамм на водной бане чайная ложечка сливочного масла она необходима для того чтобы наш шоколад был эластичный наш шоколад практически готов все это делается очень просто ребята не нужно его варить очень долго как только вот все комочки растаяли все готов к нашему использованию смотрим сюда еще чуть-чуть вот мы говорим о мягких пиках но сейчас нам нужен мягкий пик для того чтобы вводить следующие ингредиенты когда уже плотный пик увы уже ничего не в состоянии будете ввести потому что у вас сразу разъединиться молочко и масло ну вот мягкий пик ведь и как раз то самое состояние когда мы с вами можем добавлять различные ингредиенты вес одной баночки сгущенного молока обычно 400 грамм и мы берем с вами 200 грамм то есть половина банки ведь я делаю все это один если у вас есть помощь что это будет прекрасно шоколад я убрал с пара он у нас теплый сейчас он должен слегка остыть потому что если сейчас мы введем его в сливки то конечно у нас с вами получится дизастер проблемы поэтому потихонечку будем продолжать вводить наше сгущенное молоко наш крем ребята ну вот этого достаточно видите вот у меня пол банки осталось крем у нас получится легкий вы же знаете есть крем на основе сливочного масла и сгущенного молока а у нас с вами будет на основе сливок столовая ложка ванильного экстракта щепотка соли очень-очень-очень маленькими следующая пошла красавчик какой да не иначе аллилуйя все готово закрываем пленочкой ставим холодильник на ближайшие 40 минут буквально через 15 минут наш корж будет готов затем конечно же ему нужно остыть в итоге у нас с вами пройдет еще минут 40 эти 40 минут наш крем остынет холодильнике и станет плотнее и после этого мы с вами начнем наш тортик мазать бисквит готов ему необходимо остыть до комнатной температуры не пугайтесь все-таки он настоял почти час у меня он стоял 57 минут я определил готовность вот палочкой вот так вот простыкаете сухо это говорит о том что он готов если палочка влажная значит нужно дать ему еще постоять будут минутки 35 благодаря тому что он прицепился и приклеился краешком он оставит свою форму у меня прошло около часа наш бисквит остыл сейчас мы с вами будем открывать и смотреть что у нас получилось сейчас я хочу закончить с орешками вот я орешки положил в мешочек вот этими прекрасными орешками с мы с вами украсим наш замечательный тортик но ведь он какой высокий класс совсем не опал ну чуть-чуть совсем незначительно незаметно цвет действительно роскошный запах какой невероятный вы посмотрите как он мягенький прелесть так теперь вот это все дело с вами мы должны срезать аккуратненько да да ну посмотрите какой красавчик прелесть да мягкий нежный вот я обрезал его все замечательно теперь мы сейчас с вами порежем его на три части очень острым ножом все это дело с вами режем посмотрите какая прелесть структура какая невероятная да вот эту часть мы с вами будем использовать для низа оставляем но да это у нас вторая часть и верхушечка у меня есть горячая вода в среднем две столовых ложки столовая ложка меда все разводим это будет у нас пропитка для нашего тортика сок половины лимона апельсиновый ликер контре этот тортик у нас с вами будет для взрослых в среднем 50 миллилитров если для детей используйте просто апельсиновый сок вместо контре вот такая у нас пропитка с вами получается но вот наш замечательный кремушек видите какой он у нас еще будет крепче на следующий день тортик мы будем кушать только завтра тарелка сервировочная пропитываем попробуем красота понемножку ребята возможно заливочкой останется мне кажется если переборщить эту заливочку слишком мокрый влажный тоже очень хорошо абсолютно абсолютно видно вот я буквально 2-3 столовых ложки использовал все достаточно когда же его кушать не сейчас дайте ему постоять в прохолодом месте минимум 8 часов лучше всего часов 10-15 друзья у меня прошло в среднем 12 часов достал тортик из холодильника сейчас будем с вами его дегустировать я не стал его украшать при украшать делать какие-то сумасшедшие дизайны уверен что каждая хозяйка сделает это лучше чем я у меня такое на тех аскетичный мужской но зато очень вкусный давайте резать давайте смотреть ну друзья вот наш замечательный медовый тортик медовый бисквит шоколадный крем я вам гарантирую вкус бомбически но давайте посмотрите-ка какой нежный и мягкий в то же время упруги но вообще ребята там такое буйство вкусов ну что я могу сказать это идеальный торт вкус меда чувствуется цедра лимона сок лимона вот наш замечательный контр и который находится шоколадный крем он до такой степени гармонично звучит вот с этим замечательным бисквитом ну я вам скажу что это не оставит равнодушным ни одного гурмана ни одного сладкоежку женщины будут просто рады покушать такой замечательный торт но мужчины тоже не откажутся они тоже любят сладенькое я например могу вам сказать однозначно я без сладкого никогда не заканчиваю с праздничным застольем давай нет как теперь ты попробуй так давай вот такой тебе кусочек замечательный совершенно верно этот замечательный тортик он не тяжелый он будет идеальным завершением вашего праздничного вечера ну друзья на этом все надеюсь что вам было интересно вы узнали что-то новенькое нашли что-то для себя интересное увидимся в следующий раз пока мои дорогие